Третий дивизион это престижное первенство России среди любительских футбольных клубов. Оно проводится уже почти четверть века. В этом сезоне одинцовские футболисты с первых туров захватили в своей группе лидерство и сегодня уверенно идут на первом месте. У нас достаточно серьезный отрыв от наших преследователей. Мы обыграли, так скажем, в матче за 6 очков команду «Знамя» из Ногинска, которая непосредственно нас преследует. Соответственно, сделали этот хандикап. И сейчас уверенно проводим домашние матчи, выигрываем, показываем хороший футбол. Под таким успехом есть надежные основания. В игре футбольного клуба «Одинцова» удачно сочетается как опыт известных спортсменов, так и энтузиазм талантливой молодежи. У нас есть такие игроки, как Дмитрий Хлистов, всем известный. Это «Спартак Москва», многократный чемпион России. А Василий Янатовский, это капитан Томской Томи. 10 лет он был капитаном, играл в премьер-лиге. Дмитрий Половенчук, бывший игрок «Динамо», «Москва», «Крылья», «Советов» и многие-многие другие. Также мы привлекаем молодежь. Мы заключили сейчас договор, договоренность между Одинцовской детской спортивной школой и футбольным клубом «Одинцово-Одинцовский район». И для того, чтобы привлечь молодых игроков, выпускников спортшколы к нашим матчам. И уже несколько ребят, таких как Максим Игнатьев, Смелков Матвей, Карен Саков, выступили в официальном матче, вышли на поле, ребят. Впрочем, у соперников по группе составы как минимум не хуже. Одинцовскому клубу противостоят сильные футболисты из серьезных спортивных школ Олимпийского резерва. Ребята молодые, сыгранные и амбициозные. Проходных матчей нет. Особенно сложно бывает на выездах. Мы находимся при окончании второго круга сейчас. У нас еще два матча осталось во втором круге и начнется третий круг. Чемпионат закончится в октябре, в конце октября. Следующий матч футбольный клуб Одинцова проводит с Балашихинским «Метеором» 29 августа дома. Игра начнется на центральном стадионе города в 17 часов. Спортсмены приглашают своих болельщиков на трибуны. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».